В Сочи уже теперь действительно может похвастаться очень неплохой инфраструктурой. Здесь построено множество новых современных отелей. Например, как такой. Привет! Этот четырехзвездочный отель был построен накануне Олимпиады. В этом сезоне здесь предлагают систему «Всё включено». Для гостей простые, но уютные номера в разном стиле. Этот, например, по задумке дизайнера – Лондон. Об этом говорят картинки на стенах. В отеле богатый шведский стол, клиенты могут заплатить за трехразовое питание. Главное отличие от турецкого – всё включено. В ресторане не предлагают алкогольные напитки. И ещё недалеко от отеля находится море. За это в мае необходимо будет заплатить за двух человек около 5000 рублей в сутки. С полным пансионом – 8000. Самое дешёвое предложение от гостиниц можно найти в горах на «Розе Хутор» в гостинице для спортсменов. Один из бюджетных вариантов размещения на «Розе Хутор» – вот здесь туалет. Ну и очень простая комната. Вот, например, две кровати такие, шкафчик, ну и столик, собственно говоря. Всё очень просто. Единственное, вот стол такой интересный, может быть, такой даже дизайнерский, из куска дерева. Ну, собственно, и всё, тут даже телевизора нет. Здесь все условия, обстановка, атмосфера. Посмотрите, пожалуйста, на дизайн тоже максимально попытались создать такое, чтобы на живости чувствовали себя удобно. В общем-то, вечером даже не поменять атмосферу ночного дома. За такой дизайнерский, но несколько аскетичный отель просит чуть больше тысячи рублей в сутки за номер. Жить можно вдвоём. Небольшая цена обусловлена тем, что отель находится в горнолыжном районе. И на лето здесь предоставляют существенные скидки. А вот на берегу всё наоборот. Зимой недорого, летом цены растут. В этом номере очень большая такая кровать, мощная. Говорят, очень удобная и мягкая. Ну, а матрас, ну, наверное, так оно и есть, потому что она удобная. Вон какой матрас здоровый. Этот отель расположен рядом с морем и Олимпийским парком. В мае за двухместное размещение в сутки цена составит около 6 тысяч рублей. Ну, а это деревня Олимпиады. Здесь во время Олимпийских игр в Сочи в 2014 году жили спортсмены. И вот сейчас это уже, конечно же, не место для спортсменов. Здесь любой желающий может также поселиться. Например, купить себе квартиру, либо же взять долгосрочную аренду апартаменты. Отличие апартаментов от обычного номера – наличие полноценной кухни с бытовой техникой. А в ванной есть стиральная машина. За такую практически квартиру в мае за двухместное размещение с завтраком надо будет выложить 2700 рублей. Заселиться можно и вчетвером за ту же цену, плюс стоимость завтрака. Однако снять апартаменты можно минимум на неделю. Я здесь более того жила. Я жила, здесь живет моя сестра. Она работает в другом отеле, в Редисоне, и у них долгосрочная аренда апартаментов. И могу сказать, что это прекрасно, это очень удобно. К Олимпиаде в Сочи было построено 42 новых отеля, рассчитанных на размещение 24 тысяч человек. Это без учета частного сектора. В среднем в гостиницах цена проживания в мае составит от 1000 до 15 тысяч рублей, кроме суперэксклюзивных предложений. Так что, в принципе, каждый может найти себе номер по своему кошельку. Сочи после Олимпиады стал абсолютно другим местом отдыха, с абсолютно новой, другой инфраструктурой. И Сочи сейчас это гордость, гордость тех людей, которые здесь работают, гордость нашей страны. Вот, собственно, я уверен, что каждый человек у нас должен все-таки приехать, отдохнуть в Сочи, узнать все-таки, что это такое, познакомиться с олимпийским наследием, познакомиться с теми новыми объектами, которые у нас здесь построены, перед замечательным Черным морем. Ну, и, собственно, мне больше добавить нечего. За сколько можно снять место в частном секторе? Чем еще, кроме отдыха на море, можно заняться в городе-курорте? И какой он современный сочинец? Об этом в следующей серии проекта «Новый Сочи». Андрей Стародым, Денис Тимошенко. Новости.